В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим об учебниках русского языка и литературы, о тех, что вошли в федеральные списки, рекомендованных Министерством образования и науки, и о тех, что оттуда были изъяты. Напомню, что в результате новой экспертизы количество учебников, из которых могут выбирать учителя, сократилось вдвое. В числе отвергнутых оказались самые популярные и инновационные книги, которые выпускали издательства «Титул», «Федоров», «Балас» и некоторые другие. Однако о бизнес-составляющей этого проекта мы поговорим в другой раз с издателями, которые подали иски на Министерство образования и науки в суд. А сегодня мы поговорим главным образом об учебниках по русскому языку и литературе. Русский язык – предмет занимает особое место и едва ли не государственные значения имеют, и, во всяком случае, ему предают. Поэтому к обсуждению я пригласила педагогов из очень разных школ. Московская студия – Антон Скулачев, это Московская школа, 15-14. По скайпу из Владимирской области – Иван Громов и по телефону из Иркутска – Жанна Чурксаева. В разговоре также примут участие профессор Московского городского педагогического университета Елена Романчева и один из авторов учебника, ведущий научный сотрудник Психологического института Российской академии образования – Наталья Борисенко. Ну вот мой первый вопрос к Антону, потому что, Антон, вы в школе не очень давно, то есть несколько лет, да, вы человек молодой, занимались наукой. Насколько я знаю, вам нужен учебник для того, чтобы преподавать? И в каких классах? Русский язык сначала мы поговорим. Ну, начать с того, что в данный момент я русский язык не преподаю. Коллеги, которые работают вместе со мной, в паре в том числе, работают по учебнику в восьмом классе, в седьмом классе работали по учебнику, которые, вот коллега, который сидит рядом со мной, подготовила, участвовал в авторском коллективе, и учебник этот был, разумеется, нужен, но, наверное, как и по любому предмету для любого учителя, для которого приоритет, интерес ребенка и какой-то внутренний личностный рост ребенка, учебник – это лишь некоторое подспорье, некоторая основа, а все, что происходит дальше, может быть зачастую как раз самое интересное. Оно происходит вокруг учебника, в связи с учебником, на основе тех текстов, которые, например, по русскому языку даются в связи с темами учебника, но несколько похожие, рядом с ними находящиеся. Понятно, что это, я думаю, ситуация универсальная. Ну, тогда, да, мы спросим Наталью, потому что ваш учебник, вы в числе авторов, это учебник подред... Ну, надо рассказать, наверное, вам самим, да, что это за учебник. И, может быть, вы расскажете, почему он не вошел в списки, потому что «Антон прав» – это достаточно популярное издание. Я хочу начать с нескольких уточнений. Первое, что, хотя сразу хотелось бы и противоречить Антону, я в корне не согласна с тем, что он заявил, но так даже будет интереснее, всегда интересно открывать истину в дискуссии. Но сначала хочу уточнить, Антон сказал, что вот я принимала участие в создании учебника по русскому языку. Значит, я представляю не саму себя лично, никогда не представляю саму себя лично. Я представляю авторский коллектив, очень известный. Это коллектив, который возглавляет, это наш научный руководитель, академик Российской академии образования Генриета Григорьевна Граник. Много десятилетий назад она создала лабораторию, которая прямо называется «Лабораторией психологии школьного учебника». И этой проблемой она занимается вот уже несколько десятилетий, а я, в частности, вот полтора десятилетия с 2000 года работаю в психологическом институте. Итак, авторский коллектив, создавший учебники по русскому языку с первого по девятый класс. Это один из немногих учебников, которые соблюдают принцип преемственности. И еще одно такое принципиальное отличие в наших учебниках. Их множество. Когда я выступаю перед учителями, мне не хватает и трех, и пяти часов, чтобы рассказать про учебник все, что хотелось бы. Но вот сейчас самое главное, значит, что это учебники, которые сохраняют принцип преемственности. И второе, что это учебники, которые реализовали взаимосвязь русского языка и литературу. Они называются вот в нашем научном обиходе учебники курса русской филологии. Хотя в учительском сообществе мы так не называем, это все равно учебники по русскому языку. Это вот то, что, собственно, о наших учебниках. И начать хотелось бы не со скандально известной истории с федеральным перечем, которая разгорелась, значит, вот с осени 13-го года по весну 14-го. Да, мы все прямо или косвенно в ней участвовали, а с нескольких принципиальных позиций. И вот хочу ответить Антону. Вот он молодой человек, очень приятный, очень известный, уже известный учитель известной школы, номер 15-14. У меня там очень много учителей самого разного возраста. Это, кстати, хотя это, в общем-то, это такое, может быть, совпадение, большинство коллектива словесников работают по учебнику вот под редакцией «Граник». Но Антон, вот он, у них раздельное преподавание русского языка и литературы, поэтому он не ведет уроки русского языка. Он с самого начала, как я понимаю, занимается литературой, это ему намного ближе. Но вот он начал с того, что вот учебники многим учителям не нужны. Но это смотря какие учебники. Да, есть учебники и есть учебники. Ну, я вот, Наталья, вас перебью, мы об этом поговорим немножко позже. Я хочу спросить тогда у наших педагогов и, наверное, из Малышевской школы, учитель, потому что все-таки это сельская школа, Иван Громов. По какому учебнику учите вы, сами ли вы его выбирали, и что вы знаете про то, как вы будете преподавать впредь, какая будет у вас книжка? Я работаю по учебнику под редакцией Михаила Викторовича Панова. Работаю уже достаточно давно. Начал работать, когда он еще не имел грифа рекомендованным министерством образования. Потом несколько лет этот учебник имел гриф рекомендованным министерством образования. И в этом году, к сожалению, опять этот учебник оказался исключенным из федерального перечня. Я считаю, что каждый учебник, любой учебник, неважно русский язык или какой, должен отражать науку. На урок физики учителя и дети изучают физическую науку, на урок химии и химическую. У нас же на протяжении многих лет, многих десятилетий наука о русском языке, лингвистика практически отсутствовала на уроках. И только в учебниках под редакцией Михаила Викторовича Панова отражено современное состояние науки о русском языке, состояние лингвистики. Я повторяю, современные, а не эпохи периода строительства египетских пирамид. Поэтому наш учебник, наш русский язык должен изучаться научно. Все открытия, все явления, которые происходят в нем, должны быть отражены. И еще учебник должен быть написан и научно, и для детей. Вот учебники под редакцией Михаила Викторовича Панова как раз соответствуют этому принципу. И научно, и для детей. Их читаешь как захватывающий роман. И дети сами отмечают это. А им не сложно, потому что учебник все-таки непростой. И вы правильно говорите, какие-то научные вещи, они иногда, к сожалению, все-таки отвращают ребят от учебы. Ну, им тяжело это. Ну, я бы не сказал, что очень тяжело. Да, когда пришли они ко мне в пятый класс, был переполох. В первую очередь, среди родителей. Мы сами ничего не понимаем, мы детям не можем помочь, не можем подсказать. Я говорю, замечательно, что вы не можете помочь. На все вопросы мы ответим в классе. Все разберем вместе с детьми. И еще одно, за что я люблю учебники Панова, их нужно читать. Читать, останавливаться, анализировать. А то ведь у нас многие уроки, они проходят без чтения. А эти учебники мы читаем, потому что авторы вместе с детьми рассуждают. И приходим вместе к каким-то лингвистическим открытиям. Пусть маленьким, детским, но дети чувствуют себя первооткрывателями, творцами. И изучение русского языка для них становится захватывающим, увлекательным. Не тягомотно, скорее бы, урок кончился, а именно потрясение при встрече с русским словом. Пятый класс, мы к концу уже пятого класса разошлись. А шестой класс у нас прошел вообще нул. И родители смирились, и у детей появились и четверки, и пятерки. И теперь из родителей никто не возмущается. Да, замечательная история. Мы немножко погодя поговорим, как она может продолжиться, если она сможет продолжиться. Потому что через некоторое время все-таки школу надо будет менять, если прежние учебники не вернутся в федеральный список. Я хочу Жанну Чуруксаеву спросить. Она преподает в школе, это Иркутск. Такая школа достаточно непростая, потому что там учится много ребят, для которых русский не родной. Вот насколько я знаю, бывает до 70-80% в классе учеников именно таких. И какой учебник вы предпочитаете, вы выбираете? Вот именно вы в этой ситуации. Я сейчас нахожусь в Иркутске, но работаю я в городе Норильск, в обычной общеобразовательной школе. Это Красноярский край. Школа у нас многонациональная. В нашей школе обучаются, кроме этого, воспитанники детского дома. Плюс на базе нашей школы еще работает дистанционный ресурсный центр, в котором предоставляются услуги детям-инвалидам. И поэтому у нас учителей есть, конечно, возможность выбрать разнообразные учебно-инвалидические комплекты. Но я, поскольку преподаю русский язык и литературу уже больше 20 лет, поэтому я хочу сказать именно о том, по какому МК я работаю. Работала по разным линиям, но уже много лет остановилась на учебно-инвалидическом комплекте под редакцией Веры Васильевны Бабайцевой. Ну, как-то вот так вот для себя определила. И когда с чем-то взрываешься, когда вникаешь во что-то, начинаешь запускать через не только ум, но и сердце. Для меня учебники, это, знаете, они живые. Вот поэтому я как бы, ну, для себя этот учебный конкрет вот так вот определила достаточно близким. Сейчас выпущена новая серия в год 2014 с грифом, рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации эти учебники. К некоторым классам есть электронные приложения, к некоторым учебным пособиям, например, к шестому классу. Вот. Ну, как основные принципы, определяющие школьный курс русского языка, Вера Васильевна Бабайцева, она рассматривает принцип системности и принцип, который утверждает развитие речи на основе языка. Особенно у нее, ну, все, наверное, знают, УНК состоит из учебников теории, практики, учебников развития речи. Вот такое триединство. Ну, естественно, имеются рабочие тетради и книги для учителей. Ну, полностью укомплектована эта линия. Ну, я вот здесь, поскольку речь шла об УНК под редакцией Генриты Григорьевны Граник, я хочу сказать следующее. Не работала по этим учебникам, но в свое время, и почему в свое время до сих пор эти книжечки есть, и я до сих пор пользуюсь книгами Генриты Григорьевны Граник, например, такие, как «Секреты орфографии», «Речь языка», «Секреты пунктуации», потом разные, я сейчас вот не могу вспомнить названия, по-моему, «Секреты пунктуации» тоже есть, это такие книжки старенькие, там еще где-то 87-88 года издания, замечательные книги, которые помогают и помогали, и помогают мне и разнообразить уроки, и при подготовке детей, например, к различным конкурсам и к Олимпиадам. Вот. То же самое могу сказать о книгах Львовой, хотя по этой линии учебников тоже не работало, я знаю, у нас некоторые учителя в городе работают по ОМК, по редакции Львовой, а вот книги, которые писала автор этого учебника, дидактические различные материалы, тоже до сих пор использую на уроках. Спасибо, Жанна. Спасибо, мы еще поговорим потом чуть подробнее о том, как ребята сами вот работают с учебниками, потому что теперь есть такая история, что не только учебники, но к ним еще вот специальные тетради, которые, как правило, покупают родители, и это такой важный тоже момент. Вот Наталья хочет тоже добавить, да, потому что я чуть-чуть хаю. Я хорошо знаю все те учебники, о которых сегодня сказали наши гости, и учебник Михаила Викторовича Панова, и учебник Веры Васильевны Бабайцева. Сама я работала в 95-го по 2002 год, как раз по учебнику Бабайцева выпустила золотой выпуск, где там было 10 медалистов, до того, как вот встретилась с Ритой Григорьевной Граник и вошла в авторский коллектив. Здесь нет принципиальной... Я прошу прощения, я все-таки прерву вас. Это имеет значение, да, вот успехи учеников и учебников, вы все-таки это связали, да, медалистов и... По отношению к учебнику Веры Васильевны Бабайцевой, я хочу сказать, что на тот момент, когда я работала учителем после пединститута, вот впервые вошла в класс и 10 лет вот работала учителем русского языка и литературы, тогда это имело для меня значение, что, в общем-то, вот связь учебника и такого блестящего выпуска. Результатов. Результатов таких там было, 9 медалистов на класс. Но сейчас я не о своей давней истории, а о современности. Значит, вот Иван Громов, мой близкий друг, он многие годы работает по учебнику под редакцией Панова. Я хочу сказать, что между учебником под редакцией Граник и учебником Граник и Панова нет принципиальной такой разницы, мы не конкуренты. И в свое время давали положительные отзывы авторы обоих авторских коллективов, да, вот на оба учебника. Их объединяет вот та самая научность, о которой сказал Иван Громов, доступность изложения, вот интерес детей, который вызывает учебник. Но это какие-то неконкурентные отношения. Это неконкурентные отношения ни в коем случае. Мы как раз в этом отношении стоим на вот единой позиции. И тем не менее, я хочу сказать, что вот учебник, он не может быть создан только на основе какой-то одной науки, так называемой базовой науки, которую он представляет. Если это учебник русского языка, то, естественно, это да, лингвистика, базовая наука. Вот мало кто понимает в научном сообществе, не говоря уже об учителях, что учебник нельзя создать в настоящее время, учебник нового типа, только на одной какой-то науке. Современный учебник требует синтеза наук. Вот на этом мы стоим принципиально. Это наше кредо. Что это за синтеза наук? Я представляю психологический институт, и наш учебник, вот в чем его отличие даже от учебника по новой? Он построен на психолого-дидактической платформе. Да, вот об этом чуть позже. Я Антону тоже хочу дать слово, потому что, ну вот говоря о учебнике русского языка, нельзя сказать, что это же с литературой связано, и в старшие классы теперь приходит словесность. Ну, будем надеяться, что все-таки не факт, что приходит. Я хотел вслед сказанному провести несколько конкретных примеров, в том числе пояснив мою изначально несколько заостренную позицию. На основе как раз вашего учебника, то есть учебника под редакцией Граник, в нашей гимназии уже несколько лет в течение всего обучения с пятого по восьмой класс школьников мы разрабатываем переводные экзамены. Они основаны на базовых принципах, которые лежат в основе вашего учебника. Это экзамены, которые соединяют в себе русский язык и литературу. Формальный это экзамен по русскому языку, и оценка идет в русский язык. Учебник – смысл экзамена в анализе текста. Начиная с пятого по восьмой класс, каждый ученик нашей гимназии на переводном экзамене анализирует текст. Там к нему задаются разные вопросы, ставятся разные задачи, но как раз замечательно, что учебник дает подспорье, потому что, проходя программу по этому учебнику, дети к этому готовятся. Но с другой стороны, как раз мне кажется, вот это интересно, когда, отходя от учебника в том направлении, которое он задает, дальше ученик с учителем и учитель с учеником может разбирать какие-то тексты. А мне кажется, что это одна из самых главных, и по нынешним временам особенно, в особенности задач учить медленному, внимательному, вдумчивому чтению и на уроках русского языка, и на уроках литературы. Хорошо, когда это можно делать как-то вместе. Я хочу воспользоваться тем, что у нас на связи профессор Московского городского педагогического университета Елена Романичева, и как раз это ее тема, то, что касается текстов, литературы, словесности, филологии. Понимаете, у литературы немножечко другая ситуация, хотя мне очень, допустим, близка позиция последнего выступающего. Дело все в том, что на литературе мы преподаем не науку. Как только мы на уроках литературы начинаем преподавать науку, у нас получается история литературы в адаптированном варианте. Со всеми отсюда вытекающими. Со всеми отсюда вытекающими. И если в советский период эта история литературы была выстроена в соответствии с совершенно жесткой идеологической парадигмой, то как только эта парадигма рухнула, новой парадигмой для школьной, подчеркиваю, школьной истории литературы у нас оказалось невыстроено. Фактически, чем мне близко то, что говорила и Наталья Анатольевна Болесенко, и вот, к сожалению, не услышала фамилию последнего выступающего, но услышала Антон, что на школе мы в первую очередь должны научить ученика читать текст. Сначала читать. Внимательно и вдумчиво. И в этом смысле учебник, я имею в виду, конечно, учебник по нашему предмету, должен ученику предлагать не готовую интерпретацию текстов, а помогать текст читать. Это первый момент. Второй момент. Вот с чего начался ваш разговор. Хорошему учителю учебник не нужен. А ученику? Всё-таки давайте не забывать, что учебник — это книжка, изначально адресованная ученику. И если мы говорим о том, что ученик должен уметь читать тексты, ну давайте с вами придём на урок в любую среднестатистическую школу. И посмотрим, сколько на этом уроке ученик читает, работает с текстом. Причём я не имею в виду только урок литературы, только урок русского языка. Вообще, сколько он работает с учебной книгой, сколько он работает с текстом-источником, вообще с чем он работает, и сколько он слушает. И вы прекрасны. И поэтому вопрос о том, зачем нужна учебная книга, которая научит ученика, работает с любым текстом. И учитель, она даст ему в руки инструментарий. Конечно, без учителя никакая учебная книга не сработает. И третье, о чём я бы хотела сказать. Когда в начале 90-х был взят курс на вариативность, то не надо понимать, что это курс по принципу «у кого лучше, у кого хуже». И учитель, и ученики, ну, вернее, конечно, в первую очередь учитель, должны выбирать тот учебник, с которым работать комфортно. Получается по учебнику Бабайцевой? Замечательно. Получается по учебнику по новой или грани? Ещё лучше. Получается по учебнику традиционном? Пожалуйста. Только нужно совершенно чётко понять, почему. Вот у кого-то получается по этому учебнику, у кого-то не получается. У учителя должна быть возможность реальная, подчёркиваю, не законодательно закреплённая, она законодательная сейчас есть, а реальная. Этот выбор учебника совершить. Но при этом знать совершенно тогда точно, что если он, а, будет работать по этому учебнику, или, б, он работает в какой-то необыкновенной школе, у него там совершенно другие дети, он работает без учебника, он берёт на себя ответственность за результаты образования детей. За то, чему он, чему, не чему, он их научил, а чему он, чему они научатся. И вот к этой ситуации взять ли я на себя ответственность за свой выбор, за свою позицию, у нас, к сожалению, далеко готовы не все учителя. А право выбора, в том числе и работы без учебников, в том числе и создания своей собственной программы, своих собственных материалов, новый федеральный государственный стандарт даёт. И тут ещё, наверное, четвёртая и заключительная. Давайте посмотрим. Федеральный государственный стандарт — это огромное количество, большой объём документов. Но все ли учителя его действительно читают? Потому что одно дело, когда ты читаешь и умеешь читать государственный документ с карандашом в руках, а другое дело, когда ты получаешь интерпретацию государственного документа, пусть даже от очень значимого для тебя человека. Поэтому тут, понимаете, нет вот какой-то такой единой позиции, что вот должно быть так, так и так. Консенсус должен быть в том, что мы все разные, мы воспитываем по-разному, мы учим по-разному, и наше основное завоевание образования 90-х годов, мы должны быть разными дальше. Ну вот прозвучала очень интересная, как мне кажется, такая мысль, потому что её не обсуждали. Может быть, учебник рассматривается как некий такой минимум, который ученик должен знать, вот того, да, как контрольный такой материал, вот он, то, что в учебнике, должен уметь понимать, читать, решать, если это требует предмет, да, то есть он, это тот, как бы такой его и родительский, в том числе, инструмент, которым он меряет глубину знаний, которые школа ему должна вот дать. Может быть, это такой трафарет, скажем так. Нет, учебник – это инструмент, а трафарет – это, извините меня, диагностические, контрольные и прочие работы. Как можно по учебнику, понимаете, мы хотим, чтобы наш учебник вообще выполнял все функции. Нет, мы не хотим, я думаю, что может быть, просто есть такая идея, и я хочу вот обратиться тогда к Ивану Громову тоже, вот как он расценивает, вот, может быть, плохому учителю нужен такой учебник, который ему максимально все подробно объяснит и даст возможность донести до детей. То есть даже если не очень хороший учитель, а ребенок вот занимается по этому учебнику, до него все будет хорошо доходить. Как вы считаете, Иван Анатольевич? Нет, 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 ну, во-первых, я не очень понимаю, что такой плохой учитель, наверное, плохому учителю и не место в школе, вот. Но, тем не менее, ребенок, ребенку одному зачастую не под силу справиться с учебным материалом. Учитель выступает как консультант, как помощник, как сопровождающий в мир науки, в мир знаний, но обязательно должен вести ребенка за руку. И если ребенку не нужен учитель, тогда мы можем дойти до того, что ребенку не нужны родители и так далее, и так далее. Мы все воспитываем, мы все учим, как родители, так и учителя. Конечно, каждый в меру своих способностей и возможностей, но учитель на уроке обязательно должен быть. Иван Анатольевич, вы ведете литературу тоже? Да, веду, конечно. Вот скажите, ваша точка зрения на то, каким должен быть учебник по литературе и, может быть, такой общий принцип. Действительно, очень часто литература в школе, ну, в значительной части школ, это такое, ну, история литературы, да, это такое наука скорее, нежели познание. Понятно. Ну, литература у нас начинается еще на уроках русского языка, потому что очень многие тексты в учебниках Панова, в моих сборниках заданий к этому учебнику, очень много примеров из классической литературы, из русской классической литературы. Поэтому, волей-неволей, но приходится обращать внимание на какие-то литературные особенности анализируемых текстов. А что касается непосредственного учебников литературы, сейчас, к сожалению, я не имею возможности говорить о многих учебниках. В нашу школьную сельскую библиотеку поступает минимальное количество авторов, и у меня нет возможности проследить за всеми учебниками литературы. Но нынешние учебники литературы, откровенно говоря, мне не нравятся. Это набор, не знаю, может быть, авторы-разработчики этих учебников и преследовали какие-то определенные цели, ставили, но мне кажется, это просто набор случайных произведений, мало чем друг с другом связанных. Особенно это касается среднего звена. В старшем звене это классика, это Толстой, Достоевский, Тургенев и так далее. А вот в среднем звене, конечно, хотелось бы более лучших учебников. Да, я спрошу Антона, потому что он сидел и кивал. Антон, ну, может быть, действительно, тогда без учебников. Возможно, это, ну, вот в московской школе возможно, ну, не знаю, а где-то еще вот село все-таки, и бывает, что сложно какую-то другую литературу справочную ребятам найти, интернет уже не всегда под рукой. Вы знаете, мне, к сожалению, вот здесь я довольно большой долей уверенности, поскольку все-таки преподаю литературу, много общаюсь с разными коллегами из разных регионов в том числе. Не могу понять этой постановки вопроса, потому что что в стиле сложнее? В стиле сложнее найти Толстого и Достоевского? Кажется, нет. Интернет сейчас во всей сельской школе, насколько я понимаю, почти проведен. Ну, в самой школе, да, но для домашней работы, для каких-то занятий не всегда есть интернет дома. Книгу учителя с заинтересованными глазами и вперед. Здесь я имею позицию действительно довольно-таки жесткую в этом смысле, потому что вот замечательно, когда есть хороший учебник, прекрасно, очень хорошо. А что такой хороший учебник по литературе? В случае с литературой надо начинать с другого, с интереса к тексту, с интереса к ребенку, который про этот текст говорит, с учителем, с самим собой, с текстом. Вот если с этого не начинать, то ни один учебник ничего не спасет. Ну, по литературе есть хороший учебник. Одна такая простая вещь. Как только начинаешь читать про автора и понимаешь, откуда происходит его текст, и становится не так интересно читать сами тексты. Как правило, детям теперь рассказывают про то, как жил автор, какие на него там даже задают вопросы, есть это в некоторых учебных пособиях, вот как это все происходило. Это надо или нет, вот на ваш взгляд? Надо начать с чтения текста. Я повторю то, что... Я много рассказывал о том, что все сейчас, очень много кто сейчас говорит. Надо с этого начать. Дальше можно по-разному строить разговор. Например, в учебнике Игоря Николаевича Сухих разговор о биографии, на мой взгляд, строится любопытным образом, очень интересным. В учебнике, который, как я понимаю, такой полулегальный, Евгений Семенович Белюк и Константин Михайлович Поливанова, разговор о биографии ведется замечательным образом в связи с текстом. И главное, там тексты, вопросы к нему. И в контексте времени, в котором жил этот человек. Вот, поэтому мне кажется, что вот с учебником по литературе все действительно, ну, на мой взгляд, просто и ясно. В этом смысле он, конечно, скорее не нужен, чем нужен. Мысли о том, что учебник литературы регламентирует список текстов, очень странно, потому что зачем тогда нужен учебник, если нам нужен только список текстов. Список текстов регламентировать, наверное, нужно, но ни в коем случае не через идею, на мой взгляд, не через идею минимального ядра, а наоборот через идею вариативности и наличие большого количества текстов в разных блоках, из которых учитель в конкретной ситуации выбирает тот или иной текст. Но с учебником, вот, мне кажется, я основную позицию свою высказал. Это был Антон Скулачев, учитель литературы гимназии 15-14 Московской гимназии. Я напомню, что вы смотрите и слушаете «Классный час свободы». Веду программу «Я, Тамара Леленкова», и мы говорим об учебниках по русскому языку и литературе. Ну, вот, смотрите, не просто мы говорили и о том, и о другом предмете, потому что все-таки сочинение, которое грядет, и оно уже будет, это точно известно, неизвестно только в каком формате, когда, кто его будет проверять. Ну, это вещи теперь очевидно взаимосвязаны, и нельзя вот их разделять. Я хочу таки все-таки продолжить тему литературы и спросить у Жанны Чаруксаевой, каким образом вы литературу преподаете, помогает вам учебник, пользуетесь ли вы какой-то другой литературой методической? Ну, вернусь вот к вопросу, чем является для кого учебник, чем он является для ученика. Дети, на самом деле, все разные, и для кого-то учебник очень тяжелый, и учитель без учителя не обойтись. Учитель и направляет, то есть он и помощник, консультант. Кому-то учебника просто не хватает. И тогда такой ребенок идет в библиотеку, не в библиотеку, так, пожалуйста, сейчас есть у нас интернет, и находит дополнительно те сведения, которые ему нужны. Я работала по-разному от УМК, под редакцией Снежневской, Беленького, Кордюмовой, и вот последние годы работаю по линии под редакцией Королиной. Но что хочу сказать насчет учебников по литературе? Не одним из учебников, ну, я как преподаватель, ну, я, конечно, с моей точки зрения, с точки зрения педагога, раз смотрю учебники, полностью недовольна. Но с другой стороны, у нас что такое? Самое главное в литературе что? Это художественный текст. Главное, чтобы ребенок брал художественный текст, произведения писателей и читал. Но, с другой стороны, видите, не все дети, ну, я говорю про те дети, которые учатся в нашей школе, не все дети, когда придут домой, пойдут в библиотеку, например, или будут в интернете находить дополнительные сведения о биографии писателей или о произведении, которое они читают. Поэтому учебник должен быть написан доступно для таких детей. Жанна, простите, простите. Но, другое дело, те, которые читают, им этот учебник вообще не нужен, понимаете? Они прочитали художественное произведение, они прочитали описателей, они об этом произведении прочитали. Так они еще дополнительно прочитали другие произведения автора, если он им понравился. Жанна, ну, это такой идеальный вариант. Я хочу вас спросить, может быть, о такой вещи, ну, не очень корректной, но все равно. Может быть, нужны учебники разного уровня даже в классе, и возможно ли так учить? Потому что, ну, понятно, что в классе, где большинство ребят, для которых русский как неродной, это скорее такой учебник и понадобится как русский неродной, да, то есть как для иностранцев. Я не знаю, возможно объединить это все вместе? Это ваш опыт? Да, тем более, вот у меня в классе обучаются дети, например, есть, на школе есть классы, где до 70% детей, например, для которых русский язык не является родным. Поэтому, естественно, ребенок должен прийти домой, открыть учебник, и в учебнике доступно для его уровня должен быть изложен материал. Ну, вот на данный момент, как мне кажется, учебники по литературе грешат тем, что доступности в изложении материала нет. Знаете, напоминает как бы одеяло, которое сшито не из цельного куска ткани, а из китрового скутков. Вот все статьи в учебниках по литературе как будто вырванный кусочек. Из одной книги, из другой нет единого цельного представления. Как мне кажется, и у ученика такого тоже представления, если у меня как учителя не складывается, то ученика тем более. То есть учебник — это в первую очередь книга для ученика. Ну вот как бы... Да, Жанна, спасибо. Ну что, я теперь к ведущему научному сотруднику психологического из Союза Российской Академии Образования Натальи Борисенко обращаюсь. Вот вы нам, пожалуйста, расскажите. Все-таки для ученика ведь сложно писать. Пишут взрослые. Пишут, пытаясь вложить туда некие знания, некие формулы. Ну даже если мы про русских говорим, да, языковые какие-то научные вещи, при этом надо понимать, что школьник должен это усвоить, увлечься этим, понять, запомнить. Вот по каким принципам вы же этим так занимались? Хочу вернуться к вашей мысли, которую вы несколько минут высказали, о том, что вот есть учебники-минимумы. Ну, в научном сообществе принят такой термин учебники-справочники, учебники-тренажеры. Вот большинство учебников, к сожалению, и нынешних, вот как раз относятся к учебникам-справочникам-тренажерам, в которых излагается очень кратко информация, необходимая, да, вот для обучения русскому языку, и некий набор определенных упражнений, заданий. Мы их называем приседаниями. Вот нужно, в основном, это команды ученик выполняет. Спешите, вставьте пропущенные буквы, прочитайте, ответьте на вопросы, и вот без... Вот только вот такие команды, и ничего другого, в общем-то, в учебнике нет. Это правильно? В принципе, должен быть такой тренинг? Может быть, это такая утренняя зарядка? Нет, тренинг, конечно, должен быть, но ему должно быть определенное место, и на определенном этапе никто не отрицает, к примеру, для того, чтобы выработать орфографические пунктационные навыки, необходимость такого тренинга. Но к тренингу все не сводится, так же, как и к самому... к самой грамотности в узком смысле, да, орфографической пунктационной. Но и вот как противостояние вот таким учебникам, справочникам и тренажерам, мы в 70-е еще годы, мои учителя, Рита Григорьевна Граник, Лилия Абрамовна Концевая и Стелла Морисовна Бондаренко сначала создали учебные книги по русскому языку, о них говорила, вот, учительница из Норильска, они широко известны, секреты пунктуации, секреты орфографии. Смотрите, прошло много лет, а они все равно на слугу, и учитель помнит эти книги. Но это были именно учебные книги. А вот в конце 90-х мы поняли, что учебная книга, она для учителя нечто необязательное. Ну, собственно, жанр учебной книги это и предполагает. Хочу пользуюсь ею, хочу нет. Хотя, к примеру, секреты орфографии, вы знаете, каким тиражом в советское время издавались? Более миллиона. Они практически есть у всех учителей, учителей, даже у молодых учителей, когда вот я опрашиваю, все рано или поздно вот работали по секретам орфографии. И тем не менее, вот полтора десятилетия назад мы стали создавать учебники, которым присвоили такой научный титул, учебники нового типа. Что это значит? Вот в отличие от тех учебников, о которых я сказала, и которых все равно большинство и среди нынешних, это учебники, которые построены на психологической, психолого-дидактической основе, это учебники, написанные для ученика. Писать для ученика очень трудно. Легко писать для эксперта, для заведующего Горано, для родителя. Так все время кто-то стоит сзади, и мы думаем, что вот все должно быть сверхправильно, сверхидеально, не дай бог какую-то разговорную интонацию, разговорную фразу привнести учебник. Вот мы как раз, вот вы сказали о языке учебника, что такое учебник для ученика? Это учебник, который прежде всего должен быть написан понятным, доступным языком. Именно создать такой язык для учебника необыкновенно трудно. И мы к этому ушли многие годы. И это так называемый язык образной грамматики, известный как раз еще по тем книгам «Гранник, Бондаренко, Концевой». Можно я маленький кусочек такого вот текста, не знаю, насколько привычен будет этот текст учебника, или нечто другое. Из нашего учебника пятого класса это самое начало. Вот обычно, вот вы наверняка, Тамара, занимались по разным учебникам в школе, вернее, по одному, скорее всего. Я по одному, безусловно. И я, и любой учебник каждого класса начинался с раздела, который назывался «Повторение». Повторение изучено в начальной школе. А вот как у нас. Вот начало учебника пятого класса «В стране воспоминаний». Ну, несколько предварительных страниц я пропускаю. Бельгийский писатель Марис Миттерлинг написал пьесу-сказка «Синяя птица». Имейте в виду, это учебник русского языка, а не литературы. В этой сказке мальчик Тильтиль и девочка Митиль отправляются в путешествие в поисках синей птицы. Они попадают в самые удивительные страны, в том числе и в страну воспоминаний, где встречаются со своими дедушкой и бабушкой, которых давно нет в живых. Дедушка и бабушка объясняют внукам, что оживают, когда кто-нибудь вспоминает о них. Дальше такой переход. Это был один абзац. Вот я думаю, что многие слушатели нашей передачи удивлены, что это абзац из учебника русского языка. Вот какую цель мы преследовали. Это так называемый ввод. Возбуждение познавательного интереса вот к предмету. Правила, которые вы изучаете на уроках русского языка, как дедушка и бабушка из синей птицы. Они оживают только тогда, когда о них вспоминают. Поэтому время от времени мы будем приглашать вас в страну воспоминаний. Вот это один из эпизодов нашего учебника нового типа, который прежде всего говорит с детьми по-другому. Это разговор, это беседа с учеником, это живой такой... Знаете, мы придумали такому языку, этой форме языка, даже специальное терминологическое обозначение. Устный язык в ее письменной форме. Это замечательный, да. Да, вот живая интонация, разговорная интонация. Обозначение, да, очень хорошо. Но становится отчасти понятно, почему не пропустили ваш учебник. Или это не с этим связано, потому что все-таки он действительно очень давно живет, да. И то, что он не попал в федеральные списки, поставило, ну, у всех вот тоже в некоторое недоумение, с чем это связано. Ну, если вернуться... То есть как раз вот... Это не прочитано взрослым правильно? Может быть, это рассчитано психологически на детей, на то восприятие, а взрослые это просто не может одолеть? Нет, здесь нет такого противостояния между взрослым и ребенком, потому что все взрослые должны помнить себя и помнят себя детьми. И большинство, наверное, абсолютное большинство в моем окружении взрослых это родители, это педагоги, это учителя, это научные сотрудники, которые все говорят в один голос. Вот как жаль, что нас не учили по такому учебнику. Вот что с нами нужно было говорить о русском языке именно вот такой интонацией. Но, тем не менее, учебник не вошел. Не вошел. Я сейчас объясню. Теперь возвращаемся к этой эпопее. Все-таки придется объяснить, почему, раз мы так много про этот учебник говорим, надо объяснить, что же произошло. Вы знаете, я честно не скажу вам. Вот такого конкретного ответа, почему наши учебники не вошли в федеральный перечень, я не скажу. И мы сами авторы, до сих пор вот у нас такого точного и полного ответа на этот вопрос нет. Ситуация такова. Сначала я объясню. Значит, у нас не вошли, не вошла туловище, не вошло, а вошли ноги или голова, я тут запутаюсь в обозначениях. Значит, наш курс, это курс, выстроенный по принципу преемственности. С первого по девятый класс. Так вот, начальная школа попала в федеральный перечень. Она была выпущена где-то в конце 90-х годов, с 99-го года. Это замечательные учебники. Я там не автор, это специалисты в области начального образования. Тоже учебники под руководством научным Риты Григорьевны Граник сделаны. А основная школа не вошла. Почему нас разрубили? Это связано. Как правило, стараются в хороших школах продолжать одну и ту же линейку на протяжении... Это не в общем-то связано, а это непременные условия существования этих учебников, потому что единый целостный курс русского языка с первого по девятый класс. Там все выстроено, весь материал выстроен таким образом, что вот эта сторона воспоминаний, она повторяет то, что было изучено детьми по синтаксису пунктуации, в частности, в третьем, четвертом классе. Хотя можно, вот некоторые учителя работают, беря учебник только в пятом классе, но это как, ну, знаете, мы пошли на это как исключение, потому что, ну, бывает так, что вот в пятый класс дети приходят, и те, которые не учились по учебникам Граник в начальной школе. А теперь вот еще раз о этой ситуации с федеральным перечнем. Конечно, у нас отняли по разным причинам полгода. Мы полгода занимались тем, что сначала дописывали методические рекомендации. Были такие жесткие условия, нужно было предоставить не только бумажный учебник, но и электронный. Значит, издательство Мнемазина, в котором мы выпускаем учебники с 2011 года, которое выпустило вот новую версию, новую редакцию этих учебников, а вообще мы в перечне были с 2008 года. И, значит, нужно было подготовить очень подробные методические рекомендации для каждого класса. Вот полгода необычайных усилий, письма в Минюст, письма-ответы учителям, борьба с министерством. А результат вот таков, что основная школа не вышла. Да, я так, да, то есть вы такого точного ответа не знаете. Точного ответа у меня нет. Да, но я думаю, что, может быть, издательство какой-то приблизительный тоже ответ знает, или они его получат через суд. Я хочу спросить Ивана Громова, вот скажите, это важно, чтобы учебник действительно какую-то одну линию продолжал с начальной школы до старшей, или все-таки это зависит от учителя, он может каким-то образом стыковать и разные такие авторские взгляды? К сожалению, у меня нет такого опыта, чтобы, начиная с первого класса и хотя бы по девятой, работать по единому учебнику. Учебники Панова рассчитаны с пятого по девятой класса. Но очень хорошо можно продолжать, вернее, начинать работу по учебникам Панова после учебников под редакцией Репкина, которые были в свое время в начальной школе, под редакцией Давыдова. То есть система развивающего обучения в этих учебниках заложена. Вот с пятого по девятый, конечно нужна одна линия. Я вообще был в этом году в шоке. У меня шестиклассники, шестой класс, впереди еще седьмой, восьмой, девятый. Панов у них входит в федеральный перечень. Я метаюсь, мечусь, как в огне. Не знаю, что делать. Я обращалась к Наталье Анатольевне Ворисенко. Мы с ней на эту тему очень много разговаривали, переписывались. Я обращался к завкафетре русского языка нашего института совершенствования. Владимирского. Вот. И пришли к такому выводу, что необходимо завершить ту линию, которую начали в пятом классе, но при одном условии. Если будет комплект учебников на все последующие годы. И мне пришлось поднапрячься найти спонсоров, которые помогли нам приобрести учебники теперь уже для седьмого, восьмого, девятых классов. И вот теперь мы будем спокойно завершать эту линию. Вот. Да, это такой важный, действительно, такой коммерческий момент, потому что, ну, вот, мы не хотели об этом сегодня говорить, но тем не менее сказать придется, потому что, естественно, заказ очень большой, и эти учебники, которые рекомендованы, они очень большим тиражом выходят и будут выходить дальше, потому что дети эти учебники снашивают там, ну, года за два, наверное, я так себе представляю. Да, Наталья хочет добавить. Конечно же, я и не стала об этом говорить прямо несколько минут назад, что за всей этой историей с федеральным перечнем стоят вещи, которые не имеют к образованию никакого отношения. Это передел собственности между издательствами, борьба межиздательская, приведение все к общему знаменателю, и, конечно же, в перспективе, как к несчастью нашему большому всех нас, это создание единого учебника, будь то по истории или по литературе или по русскому языку, которые вот эти разговоры все время витают в воздухе. Но при чем тут дети? Дети оказались заложниками, и учителя, и родители оказались заложниками вот этих экономических игр, ну, может быть, и политических, но пока буду говорить слово, употреблять слово политический. Учителя все время говорили, верните учебники. Вот такая же ситуация, как с Иваном Анатольевичем, да, который сейчас вот нельзя по нашим учебникам в соответствии с приказом министерством начинать работать в пятом классе. Правда, министерство... Можно продолжать, но начинать и ждать. Можно продолжать, но это на самом деле, это продолжение очень чревато для учителя разными санкциями уже внутри школы или внутри своего района. Ну, просто надо купить новые учебники, они все школы могут себе это позволить сразу, и я спрашиваю... Пятый класс вообще нельзя купить, потому что он не в перечне. Можно... Министерство издало такой приказ двойной, да, что вот вы имеете полное право по тем учебникам работать, по которым уже работаете, если они есть в школе. Но опять же, вот Иван Анатольевич нашел спонсоров, но 90% учителей никакого спонсора найти не могут. И фактически нас обрубили. Так же, как и обрубили учебник Львовы, обрубили учебники все, которые оказались вне перечня. Но курс на единый учебник был очевиден некоторое время. И как? Потому что шли разговоры после того, как говорили про учебник единый по истории по литературе. Вот я хочу Елену Романчеву тоже спросить, если она еще с нами. Вот почему учебник литературы тоже стал таким предметом разговора, но тем не менее далеко дело не зашло. И как-то тоже и литераторы не очень выставали против этого. Нет, ну, во-первых, ничто не знаю, никто не известно, как далеко зашло дело. К сожалению. Потому что с учебником единым... Если вы про единый учебник, я правильно поняла? Да, да, совершенно верно. С учебником единым дело по истории дело зашло и зашло очень далеко. Вот. Все мечтают... Ну, не все, конечно, определенные люди мечтают дать единственную правильную трактовку всему на свете. Всему на свете. Потому что, понимаете, как вам сказать? У нас, к сожалению, до сих пор искренне считается, что основная функция литературы в школе это функция воспитательная. И мы с упорством достойно лучшего применения совершаем одну и ту же ошибку. Мы искренне считаем, что если бы мы протранслировали или даже вместе с детьми увидели авторскую точку зрения в тексте и увидели авторские ценности, то эти авторские ценности немедленно присвоены нашими детьми. Ничего подобного. Знания можно передавать. Можно научить ребенка читать. Сложный текст, простой текст, художественный, не художественный. Но его нельзя научить ценностям. ценностям надо вырабатывать вместе. Может быть, именно поэтому обратите, пожалуйста, внимание, все меньше и меньше членов профессионального сообщества приглашаются на подобное заседание в общественную палату и прочие, прочие, прочие вещи. Почему? Ну, потому что я, как человек всю жизнь занимающийся методикой преподавания литературы, могу совершенно четко сказать, что единый учебник не решит абсолютно никаких проблем. Занимать обсуждение проблем единого учебника, каким он должен быть, почему он должен быть таким, какая интерпретация правильная или неправильная, простите, бессмысленное времяпрепровождение. Безусловно, я еще попоследнее только скажу, я прекрасно понимаю, что сокращение количества учебников, сокращение количества учебников приведет, искренне приведет к переделу издательского рынка. Это тоже надо принимать во внимание. Да, спасибо. Я Антону хочу спросить, если представить себе такую ужасную ситуацию, что вот появился единый учебник по литературе, и, ну, соответственно, наверное, школы как-то будут тоже меняться, но не так быстро, да, известно, что школа это такое инерционное очень учреждение, все происходит медленно, но на вас это как-то отразится, как на учителя, что вот у вас будет один учебник, то есть, ну, с тем, что вам придется его как-то детям предъявлять, то есть в портфеле он у них лежать все равно будет, должен. Друзья, ну, портфели детей все-таки проверять не будут. У меня сейчас в седьмом классе я в глаза, наверное, один раз видел такой учебник, по которому я якобы работал, он был прописан в программе, он был выдан детям на руки от библиотеки, потому что библиотека не может не выдавать учебники, он у них лежал на полке дома, замечательно, они его сдали, получили 1 сентября, сдали там, какого, 25 мая, прекрасно все. с неразрезанными страницами? в общем, да, будет отлежать этот учебник, ну, что, придумаем что-нибудь. А какое это учебник из-за насекрета? Ну, коровины, наверное, ну, что-то такое, вот, демоническое, да. То есть, вы даже, Антон, так не посмотрели, а кто выбирал этот учебник? Школа-то у вас неплохая, поэтому, наверное, там все-таки был какой-то... у нас должна быть прописан, должен быть прописан некий официальный учебник. Именно поэтому я и спрашиваю. 5-го по 7-й класс, действительно, по литературе, ну, просто кошмар, есть вот эти вот демонические коровины, совершенно потусторонние, вот, это как если бы мы арифметику по-магнитскому преподавали, примерно вот такого же уровня архаичности, хотя с арифметикой проще, да. Вот, ну, есть некий, ну, слушайте, да, понятно, что я в этих стенах, значит, на радио с таким названием, да, смешно говорить, про диссидентский андерграундный образ жизни и его преломление, в том числе, в сфере образования. Ну, вот, будет один учебник, работать будем иначе, ну, пожалуйста, пусть. Ну, да, то есть мы, в общем-то, пришли к такому выводу к концу программы, что на самом деле каждый педагог выбирает тот учебник, который подходит ему и его ученикам, разные ученики, разные педагоги, с другой стороны, если будет единый учебник, то это не так сильно что изменит в школе, поскольку всегда были какие-то способы, способы какие-то были всегда такие вещи обходить. Я напомню, что это был классный час свободы, принимали участие в разговоре профессор Московского городского педагогического университета Елена Романичева, ведущий научный сотрудник психологического института Российской академии образования Наталья Борисенко, педагоги, учителя Антон Скулачев, Иван Громов, Жанна Чаруксаева вела программу Тамара Лилинкова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова